Риск Риск – понятие умозрительное. Его нельзя пощупать и очень сложно точно измерить. Чтобы понять, попали мы в ситуацию риска или нет, нужно обладать достаточным количеством информации. Например, из накопленного предшествующими поколениями опыта мы знаем, что зимой на улицу лучше не выходить без шапки. Тот, кто специально не надевает шапку, например, считает, что она испортит прическу, рискует. А тот, кто по незнанию решает прогуляться по Январскому Архангельску без шапки – нет, поскольку он не подозревает, что находится в ситуации риска и может заболеть. Таким образом, получается, что чем больше информации о ситуации мы располагаем, тем выше вероятность просчитать и осознать риск и, соответственно, не допустить его в принципе. Но зачем вообще идти на риск? Есть те, кто получает удовольствие от опасности на физиологическом уровне, так называемые адреналин-джанки. Но рискуют не только безбашенные экстремалы. Расчетливым людям тоже свойственен риск. Они анализируют положение вещей и обоснованно входят в ситуацию риска. К рискованному поведению могут подтолкнуть и обстоятельства. Обычно осторожный, нерискующий человек может оказаться в такой ситуации, где его мотивы и ценности перевесят страх. Например, мать пойдет на многое ради своего ребенка. Поэтому предугадать, будет ли человек рисковать в той или иной ситуации, сложно. Слишком много переменных надо учитывать. Все же есть некоторые факторы, влияющие на желание или нежелание рисковать. Например, исследования показали, что когда в ситуации выбора находится группа людей, то она может предпочесть более рискованное решение, чем каждый ее член выбрал бы самостоятельно. Есть профессии сферы деятельности, где цена ошибки настолько высока, что ее представители и в свободное от работы время по привычке стараются не рисковать по-крупному. Например, играя в покер, военные скорее готовы терять каждый раз по чуть-чуть, чем разом лишиться многого, поскольку они неосознанно проводят аналогии между ставками в игре и человеческими жертвами в реальности. Вообще, принимая то или иное решение, мы в каком-то смысле конструируем себя, задавая вопрос. Готов ли я стать тем человеком, который рискнул или избежал опасной ситуации? Так что же, риск — это хорошо или плохо? Восприятие риска зависит от культуральных установок. Например, в Японии, несмотря на их инновационность, люди относятся к неопределенности и следующему из нее риску достаточно настороженно, а в США и Западной Европе восприятие риска скорее положительное. Но если рассуждать без подобных привязок, можно сказать, что обоснованный риск, за которым стоит продуманное, осознанное решение, о котором человек не жалеет, — это хорошо. Даже если в итоге окажется, что решение было неправильным и привело к негативным последствиям, он будет знать, что это произошло не случайно. Человечеству нужно рисковать, чтобы развиваться. Потому что прогресс, технологии, открытие — это все риск. Многие мечтали создать двигатель, открыть новый материк или запустить успешный стартап, а желаемого результата добились единицы. Остальные рискнули и впустую потратили свои ресурсы. Силы, время, деньги. Кто-то даже лишился жизни. И все же это не значит, что нужно срочно менять свою жизнь, все бросать и идти в казино или заниматься наукой. Нет. Наличие рискующих и нерискующих людей — это хороший баланс, чтобы обеспечить, с одной стороны, развитие нас как вида, а с другой — сохранить стабильное ядро, поддерживающее целостность общества. Это основная причина, почему, стремясь к безопасности, мы все же продолжаем рисковать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова